поехали оформились записались участвовали уже в охране донецка выезжали в командировочки так типа на выезды шахтерск выезжали в дмитровку я даже перегонял трофейную технику 2 бтр там перегнал колонна там не одна колонна проходила мимо дмитровки дорога по которой укроп выходили от границы выводили технику вот и там и жили эту технику и захватывали некоторая сразу в строй становилась восток стоял они танки захватили сразу устройство воевать начинали а некоторые как я в донецк перегонял на ремонт один бтр был очень без гидроусилителя ну по поврежден был гидроусилитель пока доехал но пока по прямой еще нормально а как в город ехал покрутить эту баранку было довольно проблем проблематично донецке не не очень до осени мы были вот а потом сыном перебрались в тельманово но там земляк командовал комендантской ротой пригласил нас с собой ну бы там перевелись как короче ну тогда не было так как сейчас как в регулярной армии тогда проще было вот сказал что я все я поехал туда вот а буду вот а в тельманово они только-только освободили там же начали все наши стояли а потом зашла колонна азов айдар вот и потом наши отбили опять и отформировалась комендантская рота для охраны защиты поселка тельманово прибыли туда я был назначен командиром взвода у меня в подчинении там было только человек 40 с лишним вот и два блокпоста на выезде сюда на новозоск был один блокпост вообще было 4 блокпоста но у меня в подчинении было два блокпоста один на выезде на новозоск один на выезде на шевченки там возле водонапорной башни вот ну и надо было нам наладить конкретно круглосуточную охрану уже тем более как раз начали там дырешки заходить начали нас обстреливать хорошо тельмана там были и жертвы и среди гражданского населения гонялись за ними да вылавливали вот и отправляли уже по инстанции на донецк обстрелы были как с радов стреляли по тельманово так вот 150 двойки у нас возле располаги прямо рядом начале зимы два пролета таких хороших было что на трехэтажном здании все стекла повылетали и осколками и взрывной волной печально было вот народ был очень запуган гражданские в ноябре приехали к нам кэп и поэт и вера это наши командиры будущие командиры начали формировать конкретно уже воинскую часть первую славянскую бригаду до этого я живу в пехоте все это а тут поступило предложение в артиллерию так сказать перейти но я человек морской я судоводитель мне карты это известно ну немножко там разные единицы измерения но быстро все усвоил поставили меня командиром батареи гаубичного дивизиона были хорошие учителя довольно быстро моя батарея освоила это но наш дивизион вообще-то довольно быстро освоил это дело сначала на полигоне постреляли а потом уже так сказать живую но гаубиц до 30 они до 15 километров дальность стрельбы то есть куда стреляем мы фактически не видели нам давали только цели ты потом корректировали были свои разведчики свои глаза как называемые участвовали так сказать практически во всех мероприятиях которые были вот это четырнадцать пятнадцатом году поскольку у меня получилась самая лучшая батарея из дивизиона как как говорится засовывали во все тяжкие аэропорт мы на аэропорт поехали авдеевка на авдеевку поехали спартак на спартаке были потом когда началось наступление на углегорс дебальцева моя батарея тоже впереди всех мы практически заступали в углегорск